Особое мнение на 101FM Я также бываю часто в этой студии И я знаю, что отчество в эфире Ну что же, хорошо Как вам угодно У нас начинается уже новогодняя пора Приближается, по крайней мере То есть считанные дни остались И в этот период по старой доброй традиции Все у нас подводят итоги И хотелось бы как раз затронуть Основные итоги года в сфере предпринимательства То есть какие тенденции были в 2023 году Каких целей удалось достичь Ну и в принципе, как прошло? Прошло неплохо Я думаю, что в начале года ожидания Были более тревожными Нежели чем результаты итоговые А с чем это связано? Связано в целом Со степенью выживаемости Русских людей и русского бизнеса в частности Были большие опасения и в 2022 году Насколько наша экономика сможет Оказаться устойчивой Санкционные режимы действительно серьезно Все-таки нарушили многие Хозяйственные и коммерческие связи Их приходилось перестраивать на ходу В 2023 году эта история продолжалась И ужесточалась в чем-то Отчасти всегда приходилось искать новые выходы Новые каналы взаимоотношений с партнерами Конечно, экономика не вся связана с импортно-экспортными операциями Но так или иначе, если мы всю цепочку внутри берем Все равно значительные ограничения с внешними Валютными операциями Логистическими Они дальше сказываются по всей цепочке То есть в экономике же не бывает так, что В одном месте стало хуже И никак не сказалось на других Все взаимосвязано Но в целом 2023 год мы оцениваем По крайней мере По нашей аналитике Достаточно неплохо Удалось адаптироваться Практически ушло из общения с предпринимателями Практически ушла проблематика санкций Ну, то есть те, кто перестал работать Вернее, те, с кеми перестали работать Там с Европой, с рядом стран Ну, перестали и перестали Переориентировались Да, ищем там более выгодные, эффективные пути Но сама проблематика санкций практически ушла Ну, то есть привыкли Как бы научились работать Ну, я бы сказал, адаптировались Адаптировались, нашли новые контакты Единственное, что осталось Это все-таки вопросы, связанные с Финансовыми транзакциями Потому что Если с логистикой все более-менее Ну, со сложными форматами Но все-таки там наладилось То финансовые транзакции непредсказуемо Иногда меняются Сегодня проходили, платежи завтра нет Но и в этом смысле тоже неплохо А второй фактор Это В общем, достаточно серьезный внутренний рост Внутренний спрос Рост заработных плат Рост субсидий Рост различного рода финансирования Привел к тому, что на внутреннем рынке Ну, денег достаточно много Даже в отсутствии Я имею в виду В отсутствии внешних заимствований Мы боялись, что будет Серьезное снижение спроса А, собственно говоря, именно это и приводит в проблемах В экономике Когда у тебя снижается спрос Некуда реализовывать товар Ты начинаешь снижать объемы производства И дальше по цепочке пошло Ну, логично, все начинает просто рухнуть Вот Снижение спроса не произошло Наоборот, мы видим, что спрос По большинству направлений растет Растет, конечно, и инфляция И теперь уже вот Если положительные моменты я отметил То можно переходить к негативным Хорошо Ну, вот вы говорите, что Возрос спрос С чем вы конкретно это связываете? Ну, смотрите Растет заработная плата Впервые за 10 лет у нас Реальные располагаемые доходы Населения превысили Ну, то есть стали расти Реально люди стали Иметь возможность купить больше Купить больше Кто-то больше откладывает Кто-то больше тратит Плюс большой объем расходов Оказался замкнут внутри страны Да, все то, что То есть стали меньше распродавать просто Не-не-не, стали меньше тратить За пределами страны Меньше ездим Меньше покупаем импортных товаров Больше тратим здесь То есть даже при том же количестве денег Которые были Стали расходовать больше здесь Ну, и давайте правде в глаза посмотрим Значительно возросли государственные расходы В том числе связанные с гособоронзаказом Ну, а это же все равно возвращается в экономику Растет гособоронзаказ Больше обработают предприятия ВПК Больше получают зарплату люди Они больше ходят в магазины Цепочка-то достаточно понятная Мы, кстати, про нее говорили еще во времена пандемии О том, что надо поддерживать не производство Как раз там точечными деньгами А спрос Вот, поэтому это здесь сработало В общем и целом Экономика Ну, для той ситуации В которой она сейчас находится Внешне в первую очередь Демонстрирует Очень неплохую устойчивость И развитие Ну, хорошо Это не может, например Какие-то предсмертные такие конвульсии Скажем так Агония? И все И на следующий год Это снова начнет просто рушиться Ну, вы знаете, Анастасия Вот мы когда ведем дискуссии В правительстве по поводу Ну, в правительстве Вообще, как бы С коллегами Да, по поводу того Там Какие условия для бизнеса На следующий год создать Как будет работать бизнес Какой вообще Есть вообще какой-то план развития Вот, например На ближайшие там пару лет Какой-то устойчивый Ну, смотрите Сейчас работа идет на стратегии Из развития региона Она трансформируется Корректируется Я надеюсь, что весной мы ее увидим Совместно эта работа ведется Определенные планы есть У нас есть госпрограммы Есть нацпроекты В рамках которых Собственно говоря Органы власти работают У каждого предприятия Более-менее крупного Есть свой там Собственно говоря План развития План деятельности Да Но вернусь к началу Каждый раз Когда мы начинаем это обсуждать Кто-то произносит Следующий год будет очень тяжелым Ну, это классика Я каждый раз говорю Слушайте, у нас Ровно то же самое Вы говорили Год назад Год назад Еще год назад Да То есть мы каждый год Следующий ждем Очень тяжелым и сложным Видимо напрягаемся Там вот это И все никак не Начинаем активнее работать Конечно Готовимся Мы с вами вот Когда заговорились Говорили про объективность Ну, объективными могут быть цифры Да, например И если мы возьмем цифры этого года То мы увидим Что, собственно говоря Там прирост идет И по количеству Предпринимательских Структур То есть И по юрлиц И по оборотам И по налоговым поступлениям Конечно, надо держать в голове Что когда у тебя ставка Центробанка 16% То, в общем, как бы Рост Это когда ты ее превосходишь Но в любом случае С поправкой Там на все коэффициенты Мы видим Что рост Ну, даже по экономике Кировской области Идет Ну, уж по крайней мере Точно нету спада Это рост Поэтому планы Удается поддерживать На уровне На каком-то определенном Удается Хороший уровень И по налоговым поступлениям И по оборотам Причем по ряду отраслей Это там рост Ну, двузначными числами Измеряется Поэтому все там В общем целом Неплохо Нет панических настроений Точно Хотя Давайте представим Там Вот я недавно У себя писал В колонке В журнале Про то Как мы встречали 2020 Вот кто бы нам с вами Сказал Четыре года назад Что впереди Все то Что мы уже прожили Ну, я думаю Что если бы Тогда нам сказали Что нас впереди Вот это все ждет Мы бы просто Там ручки сложили Легли Как бы Да И поползли в сторону Да Мы бы сказали Что невозможно Выжить такой ситуации Помните Когда закрывали экономику Да Полностью Ну, было все очень-очень Теперь там Закрывают границы Да Там Отключены системы Там транзакции Финансовых Ну, мы бы сказали Невозможно Живем И, собственно говоря Растем И развиваемся Поэтому Человек вообще Создание очень эластичное Очень эластичное Он приспосабливается Вот Экономика И российская экономика Тем более Тоже очень Очень эластична Конечно Есть болевые точки Есть моменты В которых Кому-то Ну, это как и во всем Да Но в общем и целом В общем Будем жить Ну, хорошо Мы про 23-е поговорили И насчет 24-го Ну, вот я говорю Будем жить Ну, то есть В принципе Планы и цели Как может быть Какие-то конкретные У вас есть Вот Вы понимаете Что вот именно Этот момент Нужно прорабатывать В первую очередь Ну, я могу сказать Ну, я могу сказать Что за последний Там год Выкристаллизовалась Основная проблема И бизнеса И, мне кажется Вообще Государство И экономики И, соответственно Она является Главной задачей На 24-й год Это люди Я уже не говорю Кадры Я уже не говорю Там Специалисты Я говорю люди Ну, то, что Их не хватает Да Я Понимаю Что это будет Нашей главной Основной Ну, проблемой Или вызовом На ближайшие Несколько лет Я просто приведу вам пример Я его уже озвучивал Несколько раз И он помогает Понять вообще Что происходит И что нас ждет Вот Есть официальные данные Росстата Кировстата О том, что Есть прямо У меня таблица Количество жителей Кировской области По годам Рождения Сколько жителей 2003 года рождения Сколько 1995 Какая самая малочисленная Из них Ну, вот смотрите Я сейчас Не возьмусь На память отвечать Но я вам могу сказать Что Диапазон 40-45 лет Ну, то есть Вот это Пятилетка 40-45 Ну, 40-44 Так вот Людей в Кировской области Которым от 40 до 44 лет 88 тысяч Почти 90 Там 88 Это какие-то Очень 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 мало Нет, почему У нас всего Миллион 200 с вами Ну Но все равно Нет, ну вот я вам Как бы Рекомендую Я вам сброшу Потом таблицу Посмотрите Значит, запомните 40-44 года Вот этот диапазон 5 лет 88 тысяч Как вы думаете Сколько в Кировской области Молодых людей 20-24 года Тоже пятилетка Представить не могу Наверное, еще меньше 44 В два раза меньше В два раза меньше То есть Моего поколения Условно говоря 90 тысяч Вашего 45 Смотрите Поэтому мы с вами Имеем дело С ситуацией Когда У нас Не кадров Меньше Да Или У нас людей Меньше Рабочих рук Голов Вот это как раз Проблема уже Демографии Вот этого всего Остального Это Да Это Наслоившаяся Многофакторная Ситуация Действительно Большая проблема Причем Ну Вот Понимаете Из нее невозможно выйти Издав указ Приняв программу Нет Или что-то еще Если вы посмотрите Я поделюсь этой таблицей Да То там происходит Потом небольшой рост Но на то количество С 88 тысяч Которые есть сейчас В этот пятилетний срез Не возвращается Уже никогда Ну Понятно И мы понимаем Что Если мы берем школьников То это еще Там Те кто пока Не уехал Там условно говоря Поэтому Мы Много об этом Говорили в этом году Мы старались Донести это До понимания Руководителей предприятий В первую очередь Ну мы заботимся О бизнесе И мы Вот прям Объясняли им Что ребята Лучше не будет Ищите варианты Варианты Какие Повышение Производительности Труда И через повышение Квалификации Сотрудников И через Автоматизацию Вплоть до Искусственного Интеллекта Который там Надо применять На каких-то работах Варианты Какие Улучшение Условий Труда Молодежь Которая приходит Сейчас на Рынок труда Работать Очень специфично Ну Реально Очень специфично Это другое поколение Это другие люди По-другому думают У них другие ценности Они по-другому Относятся к работе И с ними Не получится Выстраивать работу Так как С предыдущими поколениями И это Конечно можно сказать Это проблема Молодежи Нет Но Когда ты руководишь предприятием Это твоя проблема Потому что они не пойдут К тебе работать А в такой ситуации Когда их в два раза меньше Это они будут выбирать Где работать И как работать Поэтому это основной вызов Все остальное Уже практически ушло Из повестки обсуждения Кредиты Ну вот там Санкции Еще что-то Коррупция С этим просто научились Уже работать Ну оно минимизируется Кредиты все-таки Ну как Условно доступнее Потому что Понятно что Опять же Когда сейчас Ставку поднялись С августа Начинает Стало Достаточно серьезной проблемой Вот Но люди Люди В первую очередь Люди Тот кто сможет Решить вопросы С человеческими ресурсами Тот Тот и станет руля Ну а вопрос Насчет кадров Тоже У нас же молодые люди Очень любят Уезжать в столицы Искать место Получше Место под солнцем И как бы Может быть Тоже на это Нужно ориентироваться Ну это тоже Один из факторов Несомненно И это в этом смысле Кировская область Не уникальна Да У нас снижается Отток Он все равно В какой-то смысле Остается Молодые люди Действительно После школы Там С большим желанием И интересом Смотрят на Другие города И это конечно Вопрос тоже Нерешаемый В один момент Было бы идеально Забрать паспорта Собственно говоря И ограничить Продажу билетов Вот Но Это как-то Очень сурово Очень сурово Я думаю Вас спало Кто поддержит В этом решении Ну я думаю Что сторонников Будет становиться Все больше Хотя подрастать Будут противники Ну нет Это конечно Шутка Хотя шутка Грустная Достаточно Вот Вопрос Того опять же О чем мы с вами Там говорили Вопрос информации Я много знаю Историй Связанных С Выездом Из Кирова Но Я немного знаю Историй Связанных С успешным Выездом Из Кирова Скажем так Тут есть плюсы Есть минусы Каждый конечно Делает свой выбор Никого не заставишь Но Задача региона Создать условия Которые Были бы Достойными Для того Чтобы оставаться Здесь в регионе И поэтому Сейчас В этом направлении Там работа ведется Многое меняется Я надеюсь Что собственно говоря Там В целом Вся Весь Вся трансформация Системы рынка труда Она приведет к тому Что Начнут в регионах Оставаться Ну потому что Москва уже Я часто бываю В Москве Лопнет скоро Ну я вижу Что она из себя представляет Хочешь пропасть Едь в Москву Да 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 Питер как-то болело Елену Ну вот как раз Заговорили о том Что у нас Повышение рождаемости В какой-то степени Это тоже поможет Мне кажется Для Ну на пути к решению Этой проблемы Правда на это Уйдет гораздо больше времени И Следующий год У нас Назван Годом семьи И Хотелось бы поговорить О семейном предпринимательстве Еще Ну это Очень интересная Такая тема Совсем недавно Она В повестке появилась Торгово-промышленная палата России Этим Этой сферой Несколько лет Начала как заниматься Вот Ну вообще сфера Очень интересная Потому что Она Как сказать Она всегда существовала Ну что вообще подразумевает Под собой термин Семейное предпринимательство Семейное предпринимательство Это Бизнес Который ведут Несколько членов семьи Вот мы как раз Ну собственно говоря Там В первом чтении Недавно приняли закон О семейном предпринимательстве Ну рабочее название Такое Да В Кировской области Которым мы собственно говоря И определили термин Чтобы было понятно О чем идет речь Мы определили круг семьи Круг родственных связей Кто в него входит И определили какое количество Членов семьи должно быть В бизнесе Чтобы он считался семейным И кто же может войти В этот круг Слушайте Ну там достаточно широкий Такой круг Потому что Вплоть до Ну там Жен мужей детей Не а Хорошо А чем это ограничивается Если так Это исчерпывающий перечень Я сейчас не назову Всех этих Деверей И всех остальных Ну вообще понятно Там исчерпывающий перечень То есть Муж, жена Дети Родители Жены мужья Детей Ну самые ближайшие Родственники Ну я называю это Знаете Таким кровным Наверное родством Что ли Да Вот поэтому Ну мы постарались Пошире сделать Круг Потому что Считаем Что это идет на пользу Потому что есть Статистика Она официальная Причем есть мировая Есть российская И она говорит о том Что семейное предпринимательство Гораздо более Выживаемое Так скажем Да Коэффициент Продолжительность Его деятельности Гораздо более высокий И Мы И она гораздо более устойчивая Потому что Если задаться целью Мы когда начали Вопросом заниматься Нам казалось Что этих семейных предпринимателей Немного И мы их знаем по именам Да Потому что В этом Была ассоциация С брендом Если назвался брендом Там Да Своим там Фамилии То вроде как Ну конечно ассоциируешься Семейные Да На самом деле Мы когда внутрь Стали смотреть Таких семейных предприятий Гораздо больше А если мы возьмем С вами районы Области Районы Да В принципе Все на них делаются Практически Подавляющее Большинство Это семейные предприятия И С одной стороны То внимание Которое сейчас К этому термину К этому явлению Проявляется Это такое Внимание Признание То есть мы признаем Что такое явление есть Оно достойно внимания Для них это важно Многие из них Сами себя позиционируют Что мы семейный бизнес Мы Обратите внимание Не говорим пока О никаких специальных Мерах поддержки То есть Никто не говорит Что сейчас Надо назвать Семейным предпринимателем И идти получать Льготные кредиты Но есть Два важных момента О которых мы Будем С которыми Мы будем работать После того Как С терминологией Определились Это Сфера налогообложения Федеральная налоговая служба У нас зачастую Рассматривает Родственные связи Как Аффилированность И начинает Искать в этом Подмох Нарушение закона И попытки Оптимизировать Свои налоговые платежи И очень сложно Их убеждать В том Что это Как бы Другая история То есть Мы с этим будем Работать дальше Мы сейчас Определились С терминологией Дальше мы будем Работать с тем Что например Взаимодействующие Между собой Два предприятия С Членами Одной семьи Являются Вместе с Семейным бизнесом А не аффилированными Структурами Ну то есть Вот над этой историей Плюс Плюс Второй фактор Который тоже Имеет Достаточно Серьезное Значение Для развития Предпринимательства У нас Бизнес Не регулируется С точки зрения Наследования Или каких-то Семейных споров У нас бизнес Рассматривается Как имущество Просто И регулируется Гражданским И семейным кодексом Это На наш взгляд Это не совсем Правильно Бизнес Это все-таки Не автомобиль Купленный вместе В бизнесе Практически Это то, что выстраивается Да В бизнесе практически Всегда Понятно Там Роль Того или иного Члена семьи И на него Нельзя автоматически Распространять Там требования Семейного Законодательства Вот Поэтому мы сделали Этот первый шаг Приняли Как и Семь еще Регионов Закон Сейчас будем Работать дальше А вообще Есть поручение Президента России Владимира Владимировича О принятии Закона О семейном Предпринимательстве На федеральном уровне Ну просто Мы в регионе Его уже Выполнили Поэтому для нас Возвращаясь К вашему вопросу Год семьи Для нас Это конечно Важная тема Потому что Мы с семейным Предпринимательством Будем работать Еще более активно Мы в январе Или в феврале Во втором чтении Примем закон В августе Мы планируем Провести Большой Закон о чем? Во втором чтении Закон о термине Семейного Предпринимательства Собственно говоря Показать Наших семейных Предпринимателей Обсудить Возможность Взаимодействия Сотрудничества Каких-то Сообществ Ну и позвать На 650-летие Их коллег Потому что Интересная история Это ППРФ Уже несколько Таких форумов Провела И Семейные предприниматели Очень общительные Они очень любят Ходить в гости Друг к другу Ездить в гости Друг к другу Да И прям такое Ну такое Добрососедское Сообщество Возникает И мы хотим Тоже к себе Пригласить Это замечательно На самом деле То есть я думаю Для многих Предпринимателей Кто Не только Ну в целом По России Это огромное Огромное Хорошее событие Вот И поэтому Ну на этой Позитивной ноте Мы прервемся На небольшую рекламу После которой Мы обязательно вернемся И продолжим Особое мнение На 101FM Ну а мы вернулись После небольшой рекламы И как раз В небольшой перерыв Мы продолжили обсуждение Семейного предпринимательства Как раз О том Как это будет влиять На сотрудничество С индивидуальными предпринимателями И Андрей Леонидович Рассказал Что Это никак Особо не будет влиять Но кому-то Просто это принципиальный термин Ну Смотрите тоже Анастасия Не хотел бы уж Совсем все упрощать Так что Совсем Еще раз говорю Мы Принятием этого закона Сформировали Терминологию Сформировали Явление По сути дела И мы теперь С этим Золожили фундамент Да То есть мы с этим явлением С этой терминологией На этом фундаменте Мы будем дальше Строить наше взаимодействие С государством В первую очередь Объясняя ему Что семейное предпринимательство Имеет свою специфику Требует Определенного Особого отношения В каких-то вещах Пока не было терминологии Там с нами Никто и разговаривать Особо там Не собирался Да А мы надеемся Что этот диалог Теперь будет Вот Ну и То о чем вы говорите Самоидентификация Семейных предпринимателей Возможность себя таковым Назвать Себя к таким отнести На наш взгляд Приведет к Ну Знаете Есть ведь Нематериальная мотивация Кроме материальной Ну конечно Когда государство Говорит о том Что Мы Мы признаем Что вы существуете И вы настолько важны для нас Что мы там Принимаем отдельный закон Но это тоже важный фактор Важный Все мы любим Чтобы нас признали Чтобы нас признали И отметили Да Ну что ж Это замечательно Заговорили о налогах Вот И Насколько мне известно А теперь о грустном А теперь о грустном Да Ну Куда без этого Обсуждаю Сферу предпринимательства О грустном тоже Нужно поговорить немного Вот Как раз У нас Решили Сократить ставку Для юридических лиц Для малого и среднего Бизнеса Да С чем Вообще это связано Давайте начнем С самого начала Давайте я распутаю Немножко Да Смотрите Ну Губернатор На заседании Законодательного собрания Озвучил Некое намерение Да Или некую там Политику Относительно того Что в ближайшее время Будут представлены Налоговые ставки Для вновь зарегистрированного На территории Кировской области Бизнеса А также будут Изучены Проработаны Особые Возможные Особые условия Для тех Кто долго работает На территории Мы Схожие предложения По налоговой политике Некоторое время назад Как раз Направляли в правительство И логика Очень простая Если вы знаете То В последнее время В Российской Федерации Распространилась Вот эта демпинговая история Когда Ряд регионов Начинают Снижать ставки ОСН До минимального уровня Вплоть до того Что там Завлекают к себе Там из других регионов То есть Перерегистрируйтесь К нам Значит И получите Минимальную ставку Да И начинается Бражение В умах Предпринимателей Куда поехать Мне в Удмуртию Калмыкию Или Чечню Значит Мы Там В взаимодействии С правительством Я выражал Эту позицию Мы считаем Это тупиковой Историей Ну тупиковой Мы тут Забегаемся Друг за другом Таким вот Переманиваем Во-первых Да вернее Во-вторых А во-первых Это очень Неуважительно На мой взгляд По отношению К своим действующим Предпринимателям Я могу Про Удмуртию Сказать Что я считаю Что это неправильно То есть Наши предприниматели Которые здесь работают Платят по полной Там ставке А вы приходите Приезжайте И будете платить Там минимальную Ну это не честно Давайте всем сократим Ставку Ну это была бы Идеальная история На самом деле И мы говорим О том Что налоговая Политика в регионе Должна быть Максимально простой И максимально Приближенной К тем Кто Не даже Максимально Универсальной Понимаете Вот в идеале В идеале Это было бы Всем 3% Без всяких условий Вот идеальная история Понятная всем У тебя нет никаких Условий Акведов Мротов Что ты еще Кому Чему надо соответствовать Что еще Вот идеальная Была бы история Всем Вообще было бы Всем 0% Было бы идеально Ну это в мечтах Мы говорим про 3% Ну потому что Мы тоже хотим Жить в комфортных Условиях Которые бюджет Собственно говоря Из наших налогов И обеспечивает Но Вернусь к теме И мы тогда Предложили Я очень рад Что правительство Области нас услышало Поддержало Губернатор это заявил Мы сказали Давайте мы В отличие от этих регионов Сформулируем другую политику Мы не будем Переманивать к себе Мы скажем Что все Кто открывает Бизнес На территории Кировской области Вот создает здесь предприятие Юридическое лицо Они все Получают сниженную Налоговую ставку На первый период На период Пока они встают на ноги Два года Ну вот Наше предложение Губернатор тоже говорил Минимальные ставки 1,5% Да То есть Приезжайте Приезжайте Мы ему признательны Мы ему признательны И мы готовы Его поддержать Сейчас вырабатываются Форматы этого Ну условно Сейчас только коллеги Очень условно Там 10 лет Работал На территории Области Был здесь зарегистрирован Не имеешь там Никаких Претензий С стороны контрольно-надзорных Органов Там Ну не знаю Снизили тебе На 1% Налоговую ставку Да То есть Ты Ну ты Много что сделал Уже для региона И регион Твои заслуги признает Мы сейчас Не могу сказать По конкретным условиям Они конечно изучаются Это все там Надо смотреть Считать Но Сам принцип Саму вот политику То есть Поддерживаем Создание здесь предприятий И тех Кто долго работает То есть По идее Выстроена Тем самым Нормальная система Создавая Нормальная схема для всех Создавай бизнес Вставай на ноги Работай Потом мы Будем тебе признательны Вот собственно говоря Там та политика Которая на наш взгляд И по нашему мнению Является Уважительной По отношению к бизнесу Да Первое время сложно Да Ты уже много сделал Вот мы с признанием К этому относимся В отличие от тех регионов Которые Которые просто переманивают Которые просто переманивают Да Ну это опять же Это наверняка чревато То есть Неужели Предприниматели Которые вот работают Тоже в Адмуртии Раз мы за нее заговорили Работают Достаточно долго И тут вдруг Непонятные какие-то Предприниматели Я думаю Что им очень некомфортно Я знаю это Поэтому мы надеемся Что эти предложения Воплотятся уже В конкретные Формулировки Мы будем с ними работать Надеемся Что они будут приняты И тогда Условия ведения Бизнеса в регионе Будут понятны Комфортны И я надеюсь Бизнес собственно говоря На это отреагирует Положительно Ну Собственным развитием Ну то есть это для поднятия Все равно какого-то Духа предпринимательства Скажем так И для поднятия духа И для собственно говоря Ну здесь уже и материальная Мотивация То есть сниженные Налоговые ставки На первый период Деятельности Это серьезная поддержка Когда ты платишь Там не 6% с оборота А один Это значительно Меняет Твою бизнес модель И повышает Твою устойчивость И собственно говоря Вот эти два года Больше возможностей Для того чтобы закрепить Да эти два года тебе даются На то чтобы ты Стал на ноги Вот ну Нам тут уже показывают То что пора заканчивать Я не думаю Что мы успеем Обсудить еще одну тему Поэтому в принципе Оставим на потом Да оставим на потом Обсудим в следующий раз Спасибо большое Что пришли к нам Было очень приятно С вами пообщаться Дорогие слушатели Всего доброго До свидания Спасибо с наступающим Особое мнение На 101FM